Текст Библии Текст Библии В наше с вами современное время есть четыре основных метода перевода текста. Это так называемый дословный перевод, второй метод это буквальный перевод, третий метод это смысловой и четвертый это свободный перевод или же пересказ, так еще можно его назвать. Все эти четыре метода перевода переводчики применяют также и при переводе библейского текста. Краткая суть этих методов перевода заключается в следующем. Дословный перевод это вид перевода с одного языка на другой, при котором в тексте на переводящем языке максимально точно сохраняется синтаксическая структура и порядок слов и словаформ исходного языка. То есть данный перевод очень точно передает значение каждого слова и порядок слов в оригинале. Данный метод перевода обычно применяется при переводе подстрочников, так называемый подстрочный перевод библейского текста. Следующий метод перевода, который используют переводчики это буквальный перевод. Буквальный перевод это передача текста из одного языка на другой без изменения структуры и буквального значения слов, при этом порядок слов в переводе может отличаться от оригинала. То есть другими словами буквальный перевод это когда в переводе точно передается значение каждого слова оригинального текста, но при этом порядок слов может изменяться для того, чтобы был более лучший виден смысл текста. И могут иметь место дополнительные слова, незначительное их количество, для смысловой связки. По сути дела буквальный перевод он очень близок к строению и смыслу каждого слова оригинального текста. Следующий метод перевода называется смысловой перевод. Смысловой перевод это метод перевода, который основан на передаче основного смысла текста, поэтому он и называется смысловой. В данном методе перевода переводчик стремится передать смысл основного текста, оригинала, при этом не сохраняя точное значение каждого слова оригинального текста. Иногда переводчик применяет выражения, которые имеют альтернативное значение, нежели в оригинальном тексте. Иногда изменяет структуру строения текста, структуру строения слов оригинального текста. Все это делается для того, чтобы читатель мог более лучше понимать смысл переводимого текста. Следующий метод перевода текста носит название «Свободный перевод» или же некоторые его называют «Пересказ». Метод пересказа. Свободный метод перевода текста – это метод, при котором переводчик передает общее содержание текста на другой язык так, как он его понял, без учета оттенков мыслей в оригинале. Это означает, что в свободном переводе формальное соответствие между языками может быть нарушено, но при этом старается сохраняться смысловая целостность. Другими словами, при использовании свободного метода перевода переводчик не передает точное значение каждого слова оригинала, точную последовательность этих слов. Переводчик старается вникнуть в смысл переводимого текста, понять его хорошо, и затем, так как он этот текст понял, он старается его и передать на переводимый язык, доступными и понятными читателю словами, выражениями. В какой-то степени данный вид или метод перевода является пересказом переводимого текста. По сути дела, эти четыре метода перевода библейского текста можно разделить на две группы. В первой группе – это метод буквального перевода и дословного перевода. Во второй группе – это смысловой перевод и свободный перевод или пересказ. Следует отметить такой очень интересный момент, что примерно сто лет назад переводчики предпочитали больше применять буквальный метод перевода, близкий к дословному. Современные же переводчики стараются больше использовать метод смыслового перевода и метод свободного перевода. Поэтому, когда мы с вами берем и сравниваем переводы библейского текста, мы видим, что есть определенная разница между переводами, которые были сделаны примерно сто лет назад, допустим, такой перевод, как «Синодальный перевод» или «Перевод епископа Касьяна», и современными переводами, которые были выполнены в наше с вами время. Такие переводы, как «Перевод российского библейского общества» или же «Перевод десницкого». Глядя на такое обилие русских переводов, причем выполненных по разным методам перевода, у нас с вами возникает вопрос. Какой перевод лучше использовать для чтения и изучения Писания? И какой перевод является более точным переводом? Конечно, каждый вправе определять сам для себя, какой перевод он хочет выбрать для исследования библейского текста, для того, чтобы познавать Бога. Я же поставил для себя задачу помочь каждому из вас определиться в этом более точнее. Хочу вам дать следующую информацию о точности перевода библейского текста. Итак, следующий раздел, который мы с вами сейчас рассмотрим, будет посвящен точности перевода библейского текста. Чтобы нам более лучше разобраться в этом вопросе, я подготовил для вас данный слайд. На этом слайде я сделал следующее обозначение. Сверху увидите шкала, которая показывает метод перевода – дословный, буквальный, смысловой или же пересказ. Снизу я привел древнегреческий текст из послания филиппийцам, 2 глава, 1 текст, часть А. Он выделен красным цветом. Далее снизу под древнегреческим текстом расположил выборку из разных русских переводов, чтобы мы могли с вами сравнить и проанализировать. Для сравнения и анализа я выбрал 6 русскоязычных переводов. Итак, давайте начнем с подстрочного перевода Алексея Винокурова. Обратите внимание, данный перевод очень точно передает значение каждого древнегреческого слова. Причем не просто значение, но и расположение этого слова. Есть ли какое-нибудь и так утешение в Христе? Несмотря на то, что точно передается значение каждого слова и его расположение в оригинальном тексте, есть определенные трудности при понимании этого отрывка. Потому что в нашем с вами языке порядок слов имеет немножко другое строение, нежели, скажем, в древнегреческом языке. Поэтому есть определенные сложности. Данный подстрочный перевод Алексея Винокурова мы с вами можем отнести к методу дословных переводов. Поэтому мы его с вами отмечаем на скале как дословный перевод. Следующий перевод, который мы с вами рассмотрим, это есть русский синодальный перевод. Мы с вами видим, что значения древнегреческих слов в данном переводе, они передаются, можно сказать, очень точно, как в оригинале. Но немножко изменен порядок этих слов. Древнегреческое слово «оун», которое имеет значение как и так, ставится на первое место. И после этого слова ставится фраза «если какое-нибудь». А также добавляется слово «есть», которого нет в оригинальном тексте. Перестановка слов и добавление слова – это делается для того, чтобы читатель мог более лучше понять смысл данной фразы. Итак, «если есть какое утешение во Христе», так звучит данная фраза. Русский синодальный перевод мы можем отнести с вами к буквальному типу переводов. Его нельзя отнести к дословному, потому что есть определенные изменения. Но эти изменения, они не нарушают сильно лексическое значение переводимого текста, поэтому его можно отнести к буквальному. Следующий перевод, который мы с вами рассмотрим, это перевод под редакцией Кулаковых. Данный перевод также передает практически точное соответствие значению древнегреческих слов. Допустим, вот последняя фраза «утешение в Христе» – «параклисис эн Христо» – в той же последовательности, в том же значении. И также, как в русском синодальном переводе, при переводе первой части данной фразы древнегреческого текста, слова меняются местами и включается дополнительное слово для того, чтобы русскоязычный читатель мог более лучше понять эту фразу. То есть, для улучшения смысла. Разница между синодальным переводом и переводом под редакцией Кулаковых заключается в том, что если в синодальном переводе дополнительное смысловое слово «взяли есть», то в переводе под редакцией Кулаковых использовали слово «находите вы». Данное различие между синодальным переводом и переводом по редакции Кулаковых объясняется тем, что переводчики немножко по-разному видели смысл вот этой фразы, небольшое смысловое такое расхождение, но в принципе, если взять вот в общей форме, в общем глобальном, то смысл, конечно, один. Если в синодальном тексте звучит как «Итак, если есть какое утешение во Христе, то в переводе по редакции Кулаковых, так, если находите вы некое утешение во Христе, поэтому перевод по редакции Кулаковых можно смело отнести к буквальному типу переводов, как и синодальный перевод. Следующий перевод, который мы с вами рассмотрим, это перевод Андрея Десницкого, профессор Российской Академии Наук. Андрей Десницкий в своем переводе опускает некоторые древнегреческие слова. Это слова «какой-нибудь» и «Итак» «Тис» и «Он». Данные слова Андрей Десницкий заменяет своим пониманием текста, то есть фразой «только нашли вы для себя» и «если только нашли вы для себя во Христе». Следующее изменение, которое делает Андрей Десницкий, это слово «пароклесис», то есть слово «утешение». Он заменяет на слово «опору». Данные изменения Андрей Десницкий делает для того, чтобы более лучше передать смысл этого текста, то есть смысл, какой он сам видит в этом тексте. Получается следующий перевод. «Если только нашли вы для себя во Христе опору». Данный перевод, конечно, не несет точного значения каждого древнегреческого слова в этой фразе, но этот перевод содержит определенный смысл. Нельзя сказать, что этот смысл, который дает нам видеть Андрей Десницкий, сильно отличается от того смысла, который содержит древнегреческая фраза. Есть, конечно, определенное различие, но не настолько сильное, чтобы было противоречие. Все это Андрей Десницкий делает для того, чтобы читателю более лучше был понятен смысл этой фразы. То есть Андрей Десницкий, профессор Российской Академии Наук, при переводе этой фразы помогает читателю увидеть смысл этой фразы, древнегреческой фразы. Поэтому перевод Андрея Десницкого мы можем смело отнести к смысловому методу перевода. То есть это смысловой перевод. Следующий перевод, который мы с вами рассмотрим, это перевод русского библейского центра. Если в своем переводе Андрей Десницкий два древнегреческих слова переводит буквально, а остальные слова из этой древнегреческой фразы он объясняет другими словами, пытаясь передать смысл, то переводчик русского библейского центра при переводе этой фразы игнорирует буквальное значение каждого древнегреческого слова и сосредотачивается на том, чтобы донести до читателя простыми словами и очень простой форме смысл данной древнегреческой фразы. Конечно, здесь следует учитывать в первую очередь, что переводчик руководствуется в данном случае чисто своим пониманием, то есть как он это понимает, это его понимание, и он это понимание доносит до читателя. Перевод русского библейского центра данной фразы звучит так. Словом, у вас есть Христос, а значит есть и опора на все случаи жизни. Перевод русского библейского центра следует идентифицировать как смысловой перевод, который приближается к пересказу. Следующий перевод, который мы с вами рассмотрим, называется «Еврейский Новый Завет», переведенный Дэвидом Стерном. В данном переводе Дэвид Стерн несколько древнегреческих слов переводит буквально. Это слова «и так», «если», «какое-либо утешение». Но при этом он, пытаясь пересказать смысл древнегреческих фраз, использует некоторые мысли, которых совершенно нет в тексте. Например, «Итак, если у вас есть то, чем вы, будучи в союзе с Мессией, могли бы ободрить меня, какое-либо утешение». То есть вот эта вот фраза «у вас есть то, чем вы, будучи в союзе с Мессией, могли бы ободрить меня». Данная фраза является расширенным толкованием древнегреческих фраз, интерпретацией. Или, другими словами, можно сказать, это есть пересказ своими словами древнегреческой фразы. Очевидно, что Дэвид Стерн руководствовался желанием облегчить читателю понимание и восприятие этого текста. Есть еще один такой интересный момент. Вот в древнегреческом слове стоит слово «Христо», то есть «во Христе», «Христос», «Христо». И Стерн, Дэвид Стерн, переводя данное слово, переводит его словом «Мессией». Это вызвано тем, что Дэвид Стерн хочет передать, что первые христиане были очень сильно пропитаны мессианскими мировоззрениями, мессианскими терминами. Хотя в древнегреческом тексте этого не присутствует, но в своем переводе Дэвид Стерн руководствуется данной идеей, подчеркнуть эту связь. Поэтому данный перевод Дэвида Стерна можно отнести к переводу по типу свободных переводов или же пересказу. Итак, мы с вами подошли уже к ответу на вопрос, какой перевод лучше всего использовать для чтения и изучения текста Библии, Писания, для того, чтобы познавать Бога. Я думаю, что на данном этапе уже из многих из вас есть уже свое мнение, свой ответ на этот вопрос. Тем не менее, хочу с вами поделиться своими размышлениями. Данные четыре метода перевода библейского текста можно еще классифицировать по степени толкования или интерпретации переводчиком переводимого текста. Если мы возьмем дословный метод перевода, то в данном методе перевода толкованием переводчика переводимого текста сводится к минимуму и составляет примерно 5-10%. Как мы с вами ранее отметили, что к дословному методу перевода в основном относятся подстрочные переводы, и в нашем случае это подстрочный перевод Пинокурова. При буквальном методе перевода переводчик вносит небольшой процент интерпретации переводимого текста, ну скажем, где-то в районе 10-20%. К данному методу перевода в нашем случае относятся это русский синодальный перевод и перевод под редакцией Кулаковых. При смысловом методе перевода переводчик вносит довольно-таки большой процент интерпретации текста, чтобы передать смысл, естественно. Что составляет, на мой взгляд, в районе 50-60% толкования текста. То есть перевод содержит примерно 50-60% интерпретации переводимого текста. Это довольно-таки большой процент. Это такие переводы, как перевод Десницкого и перевод Русского библейского центра. И, наконец, в случае свободного метода перевода или же пересказа переводчик вносит в переводимый текст около 90-95% интерпретации переводимого текста. То есть переводчик интерпретирует текст, который он переводит, и пересказывает это своими словами. По сути дела, перевод, выполненный по методу свободного перевода или же по методу пересказа, это и есть толкование переводимого текста. Можно сказать, что это легкое толкование. Не пространственное толкование, не объемное. Но, тем не менее, это является уже толкованием. Это мнение и взгляд переводчика на данный текст. Одним из таких переводов является Еврейский Новый Завет, выполненный Дэвидом Стерном. Таким образом, человек, который читает перевод, выполненный по методу пересказа или смыслового перевода, он читает толкование переводчиков. Буквальный метод перевода, он большую часть текста дает человеку воспринимать так, как она есть на самом деле. То есть переводчик вносит небольшой процент толкования, остальное же где-то в районе 80% текста человек должен сам истолковывать. Читатель, читая этот текст, сам пытается истолковать, и понять, и проанализировать. На мой взгляд, очевидно, что при изучении и исследовании библейского текста хорошо пользоваться дословным переводом, то есть подсрочниками, и буквальными переводами. Допустим, такими, как перевод под редакцией Кулаковых, или же синодальный перевод, или же перевод епископа Касьяна. Данные методы переводов, дословный и буквальный, дают человеку самостоятельно анализировать, вникать и интерпретировать библейский текст. Конечно, не стоит выбрасывать и другие переводы, сделанные по методу смыслового перевода или пересказа. Можно эти переводы использовать как просто мнение другого человека на библейский текст. Причем мнение толкования в данных переводах не простого человека, а специалистов в лингвистике, что, в принципе, тоже является определенной ценностью для понимания библейского текста. Но, как я уже говорил ранее, повторюсь, что переводы, выполненные по методу смыслового перевода или пересказа, не являются переводами, на которых следует основывать свои богословские позиции, или же переводы, которые следует глубоко и дотошно изучать. Итак, какой перевод является наиболее точным переводом библейского текста? На мой взгляд, ответ здесь очевиден. Буквальный перевод наиболее является точным переводом.